Вот и завершилось первое для школы футбола Добрыня детское первенство Владимирской области. Поговорим о личностном росте, проблемах, воспитании, а также перспективах и планах на будущее вместе с главным тренером Иваном Бабылевым. Добро пожаловать в Казахстан! И, в целом, всем дедакам. Слушайте, ну, коротко говорить не буду, так мое впечатление, да, я скажу общее. Давайте начнем со старших. У них такой возраст сейчас, что они очень нестабильны, очень нестабильны. Поэтому, поэтому, в принципе, игры были достаточно тяжелые. Первый круг мы, в принципе, смотрели, что за команды, что мы можем на их фоне, да. Второй круг чуть более лучше было именно по игре. Несмотря на результат, по результатам, конечно, мы из шести команд заняли, там, пятое место, да, для игры выиграли. Потом в «Спартак» там ободрали. Вот. Остальные команды, которые вы вышибали, да, первые четверка, крепкие команды. И мне понравился уровень команд именно в этой зоне, в другой зоне я не видел. Мне вот именно уровень этих команд понравился. Ну, за исключением там одной. Остальные были, как бы, ребята играющие. Приятно с ними было играть. И во втором круге, в принципе, там, плюс-минус одна игра. Ребята более-менее выгодители достойны. Ну, то есть давали отпор. Если, грубо говоря, первый группа. Плюс-минус мы были такими, не мальчишками для битья, да, но такие. Дебютанты. Дебютанты, да. Привет, ребята, давайте с вами проиграем. Вот. То во втором круге уже более-менее что-то было создано. Мы много и теорий проводили, и тренировались со сборами, рассказывали, объясняли. Но, опять же, это до сих пор еще не то, что хочу я видеть, но уже лучше, чем во втором круге. У нас, если объективно говорить, то два, максимум три, два с половиной человека готовы играть на этом уровне. То есть и создавать конкуренцию. А когда у тебя из восьмерки два с половиной человека, ну, это, естественно, тяжело. Вот. Нет ровной команды. И чем хороши эти турниры, тем, что когда ты смотришь на тренировках, ты смотришь на тренировку сборной, филиалов, вот. Вроде все ничего. А когда ты выходишь уже на официальный турнир, смотришь их на фоне других ребят, и все уже как на ладони. Ты видишь, кто тянет, кто не тянет этот уровень. Поэтому я рад, что у нас мальчишки некоторые шагнули прямо вперед по другим. Вопросики, да, то есть, ну, для меня, опять же, как их там раскрывать дальше. То есть, если там... Я написал, что только двум пошел турнир будет на пользу. Именно и с седьмого, восьмого года. Мы сейчас про них говорим. Но они себя там двое проявили достаточно уверенно, ярко. Вот. Мне это понравилось. По другим мальчишкам надо тянуться к ним на данный момент. По седьмому, восьмому году. То есть, мы смотрим, если там лицу так, все плохо, да, то по игре и по их там самоотдаче. То есть, я уже беру шаги вперед. Это, опять же, еще раз повторюсь, мы играли не за результат. Мы могли тоже бросать только вперед. Играть на результаты. И довольно-таки плюс-минус могли бы за четвертую зацепиться. Но не наш путь. Давайте играть в футбол. Вот. На данный момент у нас такое. В седьмом, восьмом году. В дальнейшем, я думаю, будет еще сложнее. Потому что следующий, если мы не футболим, будет сезон шестой, седьмой будет. А наши мальчишки все. У меня это седьмого, восьмого года сборная. Там из них только четыре человека. Седьмого у нас. Терри восьмого года. И те, кто седьмые, они поздние у нас. Поэтому, ну, будет тяжело. Но никто не уходит от этого. Будет тяжело. Будем играть. Ничего страшного нет. Поэтому в седьмом, восьмом году вроде все печально. Но точки роста, как говорится. То есть мы видим. На перспективах. Да, да, да. Мы с ними еще будем дальше работать. Вот. По девятому, десятому году. Изначально это была катастрофа. Немножко мы чуть-чуть поправили игру. Мне понравилось, что мальчишки у нас схватили там основную саму мысль. И последние игры на самом-то деле очень яркими выдались. Мы, я даже посмотрел по статистике, не смотрел в таблицу никогда. Там на шестом, что ли, мы вместе были. Но мы забили там тридцать восемь. По-моему, одна или две команды только там тридцать восемь, тридцать девять забили. Так же, как и мы пропустили, конечно, тоже прилично. То есть нахватали моих первых круг прилично. Но я доволен игрой. Как они схватили игру. Я смотрел последние игры. И я думаю, если бы мы Александров не отпустили в последней игре, когда 0-1 проиграли, мы могли бы за четвертку сцепиться. Вот. Их прогресс мне доволен. Прям мне очень понравился. Девятый год. Прям шагнули все вперед. Больше много человек. Там человек шесть плюс. То есть он прям делает приличный шаг. Вперед. Схватили идею, что там мяч нужно через контроль. А таки там в одно-два касания проходить. Там либо через оба игрушек уже на другой половине. Приятно смотреть. Вот на самом деле я последнюю игру сейчас смотрел. То есть мне было приятно. Приятно, что мы чешки схватили. Это играет красивый футбол. И забивает уже ног в голову. Вот. Опять же тоже есть куда расти. Мне нравится, что они именно поймали эту мысль. И с ней мы дальше уже можем спокойно двигаться. Вперед. По 2012 году в принципе для меня не было удивления. Я думаю, что они там вышли из группы. На самом деле плюс-минус там командочки. Две. Рубин основной и Аполь основной. То есть такие достаточно хорошие уровни с Рубином. Да Рубином там еще далеко. Такое говоря, я видел очень хорошие ребята. Мне очень понравилось. Вот. С Апольом мы на раундах в принципе играли. 1-1, 1-2. Мы проиграли на последних секундах. То есть вот. Остальные команды чуть слабее нас. Будем от королевного говоря. Вышли. Все хорошо. Плей-офф. Дальше будем смотреть. То есть. Но опять же. Как еще раз скажу. Что все мальчишки, которые участвуют в разных возрастах. Как на ладони видно. Для кого этот уровень в новинку. Кто готов на этом уровне играть и бороться. То есть. Но опять же говорю. Ну. Не хочется. Там никого обижать. Но не хотелось бы. Чтобы они останавливались на уровне Владимирской области. Сейчас вот этот. Вот этот чемпионат прошел. Мальчишки кто-то держит. Кто-то нет. Те кто не держит. Они должны дойти до уровня Владимирской области. Своих возрастов. А те кто сейчас уже держит. То есть. Наша задача. Чтобы они сделали еще шаг вперед. Еще больше. Чтобы они в области. Уровень этой области. Переросли. И возможно в дальнейшем попадали в топ академии. В топ академии попросили. У нас. Эта задача. А так в целом. В принципе неплохо. Для начала. Несмотря на результат. Я не смотрел на эти таблицы. Это был очень полезный турнир для нас. На самом деле. То есть. И хорошая организация. Хорошее поле. Именно там. ФОК. Все удобно. Все приятно. Да там бывали некоторые игры. Там стригались или еще что-то. Но. Ничего такого криминального я в этом не вижу. Поэтому. Для них это хороший опыт. И в дальнейшем. На следующий год. Мини футбольный турнир. Я думаю. Что мы заявим. Возможно. Бодрее команды. От нескольких возрастов. Чтобы наши мальчишки. Те кто сейчас играл. Они спрогрессировали еще больше. А те кто еще не доходит до этого уровня. То есть. У них. Такой же был бы соревновательный этап. И через соревнования. И тренировки. Они еще больше повышали уровень. И так у нас будет конкуренция намного больше. В сборах. Поэтому мы планируем еще по нескольку сборных. В этих возрастах добавить. Дети растут. Развиваются. Прибавляют. Как ты говоришь. В возрастах по разному. Скажи. А что дает тебе. Как тренеру. Да. Такой новый опыт. Новый турнир. Скажем так. Такого уровня. Областного. Как тренеру. Какие-то новые впечатления. Новые эмоции. Что-то ты. Себе отметил. Я. Мне. Что мне дало. Мне очень понравились команды. С которыми мы играли. Некоторые из них. То есть. И я бы с удовольствием к ним еще съездил. Есть команды. Которые ориентир. Да. Например. В том или ином возрасте. К чему можно стремиться. Очень понравились команды. 5 октября. В принципе. И старшие. И средние. Вот. Понравилось. Там. Динамо. Петушки. Мы не знали. Что они как бы сильные. То есть. А Поле. В 7-8 году. Мне понравилось. Рубин. В 12-11 год. То есть. Ну. Как. Я не знаю. Мне кажется. Это. Наверное. Одна из самых сильных. Сейчас. В Владимирской области. Команд. Возможно. Может. Спортберг-юниор. Скопров. Еще. Вот. С кем мы встречались. То есть. Я вижу. Вот. Это ориентир. До чего нам надо двигаться. А в дальнейшем. Может. Их. Их. Поэтому. Ну. Приятно видеть. Таких команд. Которые играют в футбол. Именно. Там. Респект их тренера. Которые ставят. Такой футбол. То есть. Приятно смотреть. На самом деле. То есть. Ты приходишь. И есть такое. Что. Вот. Мы смотрим. Да. И смотришь. Кто играет. А. Эти. Не. Я пойду. Там. Лучше в магазин. Что они себе куплю. Чтобы это не смотреть. А. Есть кто там. Мобиль да. Играет. Давай посмотрим. Мне интересно. То есть. Некоторым мальчишкам. То есть. В таком возрасте. Они так играют. Приятно. Приятно. Надеюсь. Наши тоже. Ну. Наши понятно. Почему. Они чуть позже. Даже все мальчишки начали. Мы только там. Третий год. Только. У нас. В принципе. Все еще впереди. Но. Хорошо. Что есть такие ориентиры. Я бы сказал. Что как тренер. У кого-то. Я там опыт. Подчеркнул. Какое-то. Или еще что-то. У других тренеров. А вот. Ориентир команд. Да. Да. Есть команда хорошая. На которую можно ориентироваться. И. Мы для человека. В любом случае. Будем участвовать. Хорошо. В прошлом туре. Да. В пятом. За главного с нами. Поехал. Сан Саныч. Он был. Руководил. Действиями команды. В Юрии. В Польском. Ты ездил в Подмосковье. Там выступает команда еще младше. Расскажи про этих ребят. Как там наши склады. У нас есть. У нас есть. 2013 год. 2014 год. Сборная. И. Они меня. На самом деле. Радуют. Не сказать. Что больше. Но. Я понимаю. Почему они радуют меня больше. Если так нужно. Потому что. Эти дети. Прошли с нами. Начальную школу. То есть. Этап. Все эти дети. Которые сейчас. В сборной. В 13-14 году. Они. С нами. Начинали. В 4-5 лет. Мы их оставили на ноги. То есть. Вдруг говоря. А. Если у нас. 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. 11-й. То есть. Они приходили уже. По пути. Спустя год. Когда школа открыл. Собственно. Эти все. С нами. В принципе. В самом начале. Они прошли все наши. Этапы становления. Начальной школы. И. Сейчас. Показывают очень достойные результаты. То есть. Вот эта сборная 2014. которые я был, они три раза выезжали на турнир звездный мяч у Подмосковья, три раза выиграли, то есть в первом первое место, во втором, в третьем, то есть в три турнира мы приехали, три турнира, три кубка мы забрали, и при том, что по футболу, то есть выиграли, там есть команды, которые там играют в антифутбол, как обычно, или еще что-то, но мне приятно, что мы выиграли по футболу, то есть я вижу это, ну и так и ставим эту игру, чтобы дети понимали, для чего они делают открывание, для чего они делают передачи, и вот эти мальчишки 2014 год, 2013 год у нас был тоже, изначально они были чуть-чуть слабоватенькие, сейчас вот за счет тренировок сборных они уже подтягиваются, они тоже, я думаю, скоро будут уже, не сказать, что греметь, но завоевывать и призовые, и первые места, также на турнирах коммерции, с которыми мы выезжаем, они опять же все те, кто с нами с младшей группой были, они третье место тут недавно занят, то есть ребята, хорошие ребята прогрессируют, и на них мне очень приятно смотреть, ты понимаешь, что ты в них вложил все, что есть, да, и сейчас, ну не сказать, что пожинаем плоды, но сейчас любуем их игрой, я понимаю, что очень много нам еще предстоит с ними сделать, да, но уже хорошо, что вот ребята уже вышли на такой уровень, и прогрессируют, бывает, ты смотришь на турнир команды, да, мы с ними сыграли, потом встречаемся еще на каком-то турнире, и они такие же остались, а мы, я не хвалюсь сейчас, я сейчас вижу их по уровню команды, мы со многими командами еще раз пересекаемся, да, то есть, а мы прибавляем с каждым турниром, то есть, я думал, крутил в голове, что некоторые тренер говорят, ага, да, это неплохие, да, ну вот мы вроде подтянулись, сейчас с ними встретимся все на турнире, мы им дадим бой, они, наверное, приезжают, а мы им в шестую еще загружаем, то есть, и вообще без вариантов, то есть, там, без выхода на чужую половину, вот это приятно, когда мальчишки не выпускают даже ребят с чужой половиной играть в футбол, то есть, ну, мы ставим мальчишкам индивидуальную игру, то есть, они у нас индивидуально сильные и уже системные, то есть, как играть в передаче, для чего это нужно, то есть, они уже понимают, это, опять же, тот год, за который, не то, что, я бы не сказал, что гордиться можно, да, и они еще, у них еще большой путь впереди, и нам с ними очень много предстоит сделать, но уже радует, что они уже на таком месте находятся. Прекрасно то, что есть, вот именно этот рост, да, то, что ты его замечаешь, подмечаешь, давай немного помечтаем, допустим, ребята продолжают расти и, как ты говоришь, да, перерастают какой-то турнир, какую-то планку, и там вопрос такой, рассматриваете ли вы турниры ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо», как такой, какой-то, да, турнир, в которой нужно тоже вырасти, какой-то, региональный турнир, либо Добрыня, вот и именно ориентируется на футбол, да, на какие-то другие вещи, там, с 8 на 8, там, или еще что-то, то есть вот «Золотое кольцо» такое вы рассматриваете или нет вообще в перспективе? Почему мы не рассматривали, объясню, почему не рассматриваем «Золотое кольцо» мини-футбол сейчас, потому что мы не мини-футболисты, мы занимаемся мини-футболом только из-за того, что у нас нет своего манежа, у нас нет возможности заниматься на футбольном поле, да, ну, мы частная школа, мы не можем построить себе манеж, либо построить себе искусственный пояс под игром, у нас одно по Владимире искусственный пояс с подогревом, а с подогревом, но муниципальным, все. Мы вынуждены играть зимой в мини-футбол, летом мы выходим в небольшой футбол, но ориентир, опять же, большой футбол, но даже сейчас я представил, что мы 7 месяцев в залах, 5 месяцев только мы на улицах, то есть, ну, ничего с этим сейчас на данный момент мы не поделаем, они у меня летом тоже будут выезжать на турниры по большому футболу, потому что, ну, еще раз повторюсь, ориентир большой футбол, но не мини-футбол точно, то есть, мне это неинтересно. Мини-футбол сейчас нужен только для того, чтобы мальчишки на суженом пространстве принимали быстрое решение, то есть, он тоже полезен в возрасте, поэтому мы только за участие в турнирах, еще что-то. Но, возможно, возможно, на следующий год, да, то есть, все будет зависеть от уровня, а может, мы просто решим поехать, чтобы проверить свой уровень, опять же, то есть, все зависит от возраста мальчишек. Если 14-й год у нас там хороший, да, с 13-м, то есть, к чему бы нет, то есть, опять же, можно съездить именно на Золотое кольцо и именно в зало зимой. Летом они будут играть также на большой футбол. И дети, сами все должны уже перестраиваться, понимать, то есть, они тоже развиваются, то есть, они, ага, мини-футбол, значит, а вот и так мы выводим, располагаемся мы так, ага, большой футбол, там, больше там народу, да, то есть, а вот и так-то, руками уже выводим, то есть, они должны уже адаптироваться к играм. И чем быстрее они адаптируются, тем быстрее они развиваются сами по себе. А что ждет ребят после завершения этого турнира? Какие планы? Они сейчас заканчивают, вот у меня седьмой, восьмой год, девятый, и на неделе закончат. Еще, я думаю, до конца мая, ой, до конца, до середины мая, до конца апреля они еще по турниру мини-футбол проведут, я так планирую, планирую, опять же, все должно сойтись, да, и потом мы переходим на большое. У нас будут тренировочные сборы, мы переходим изначально, там, в середине мая, я думаю, на большое поле, все зависит от газона, да, от состояния, то есть, от полей, куда мы будем ходить. Погон, погон, да, 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 если мы знаем, что с Удольем можем быть, да, то есть, то у Боголюбова надо ждать, когда там поле натуральное, когда, ну, трава подрастет. Вот, они выходят, к полю привыкают, у нас в июне, на весь июнь, спланировано три смены сбора, две смены у старших и одна смена у младших, то есть, вот, тринадцатого до двенадцатого, там, года, два, там, одиннадцатого, пару ребят. И после этого, за счет этих сборов мы готовимся, и потом уже начинаем входить в свой полноценный график, то есть, три тренировки плюс тренировка сборных, и доезжать также на турнир. То есть, мы готовимся уже к турниру по большому футболу. Я сейчас специально буду сидеть, разрабатывать программу тренировочную на летний период для всех возрастов, буду еще раз уточнять, в каких форматах мы будем играть по годам, чтобы уже к этому, к этому формату адаптироваться, ну, к тренировочному процессе. И будем переходить на летний, то есть, жду уже, то есть, залы. Не то, что мы надоели, но уже устали, мы от них уже наелись, хочется на воздух, хочется играть, сейчас погода уже прекрасная, то есть, мальчишкам удовольствием с новыми эмоциями выйти на поле, поиграть. Но, опять же, очень большую, не надежду, а ставку делаю на сборы, потому что у нас большинство мальчишек всех едет, у меня этот лишний раз дополнительная возможность посмотреть, как они в быту, как они на поле, как они на двух тренировках, у нас больше теперь тренировок, и по времени, и два раза в неделю они будут тренироваться, мне очень хочется с ними уже поближе поработать. Планируем сделать, как, я не знаю, как, расписание, как спорт-интернат в академике, да, то есть, тренировка, отдохнули, опять тренировка, там, теория, там, какие-то развлекушки, то есть, ну, вот это вот, все хочется с ними пожить, пережить это все. Хотел, да, завершить вопросом про именно лагерь, да, какие-то, ну, не знаю, я человек сторонний, да, мне как-то тоже интересно, какие-то ивенты, там, мероприятия, что-то как-то запланировали, или как? У нас есть в мыслях уже, да, то есть, мы планируем, там, каждая смена по 10 дней будет приезжать, но, конечно, это тяжело, тяжело морально, да, во-первых, детям, особенно, тупо тренироваться, отдыхать, тренироваться, отдыхать, конечно, там будет два, либо три тренировок, мы будем с ними жить, и создали, там, есть экскурсии, еще что-то, да, возможно, сходим, опять же, будем смотреть по детям, потому что некоторым детям неинтересно эти экскурсии, им нужно, ну, и журналы, еще что-то. У нас есть пару, там, пару идей, мы планируем их, там, из 10 дней, 7, как минимум, занять между тренировками, ну, чтобы они, там, веселились, эмоционально немножко разгружались от футбола, есть планы, там, и опозер-так заканчивая, там, просто чемпионат, чемпионат лагеря, там, по каким-то настольным играм, или еще что-то, то есть много, много идей, и у меня еще одна идея, чисто психологическая, посмотреть, кто из них готов, там, к лидерству, да, кто из них готов тянуть команду вперед, кто из них немножко, там, рассеянный, или еще что-то, то есть хочется собрать информацию больше о них, они же у нас приходят только на тренировки, и все, да, я делаю выгод по тренировкам, турнирам, а какие они в быту, я не знаю, то есть... тем более, да, на сплочении, я хочу, да, на сплочении, я хочу побольше с ним посмотреть в тех или иных ситуациях, как они, чтобы уже иметь полное представление, мальчишек иметь полный портрет, да, с кем мы работаем, как нам дальше вместе идти, поэтому движок очень много, это дети, мы их в любом случае будем развлекать, то есть, ну, опять же, это не будет такое, что мы в лагере, ура, шарики запустили, все, затем нам тренировки, пошли купаться, нет, такого не будет, то есть, для меня, в первую очередь, это не сбор денег, это тренировочный сбор, кто-то хочет это называть лагерем, для меня это тренировочный сбор, то есть, я к этому отношусь очень трепетно, поэтому, да, веселухи будут, но они будут в разумных пределах, самое главное, это подготовить к следующему сезону, через сбор, вот и все, очень много у нас человек планируется в лагере, поэтому, при том, что другие тренировки также будут продолжаться у нас, у других взрослых, те, кто в лагерь не идет, чтобы они не теряли форму, поэтому, для этого будет очень жарко, плюс еще основная у нас команда, поэтому, задача вложить, походу, мне, не знаю, переварим, все будет нормально, хочется быстрее уже в лето ворваться, с новыми силами, эмоциями, и уже хорошо это лето провести. Ну, давай на этом закончим, скоро лето, ждем лето. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok